Ты хочешь что-то создал для этого момента? Лично ты? Я создал, не хочу говорить. Что ты создал? Не обязан отвечать. А почему ты не хочешь мне это ответить? Ну что ты создал? Ты реально посадил дерево, построил дом, что ты сделал? Я приехал и обеспечил безопасность. Ты обеспечил безопасность? Тебе самому не смешно от этого? Ну какую ты безопасность? У тебя есть военное образование, скажи мне. Милый человек. У тебя есть военное образование? Да, есть. Какое? Учебка в Ростове-на-Дону это не военное образование. Понимаешь? Я тебе говорю о военном образовании, только у тебя есть экономическое образование, да? Есть экономическое образование? Да, есть. Я не оспариваю о том, что у тебя есть экономическое образование, потому что оно у тебя есть, правильно? Если меня посадят, где-то научат делать дебет-кредит, я не буду говорить, что у меня есть экономическое образование. Ну это смешно, правда? Конечно. Смешно. Экономическое образование это что-то такое большое. Прагично? Да, большое, а цельный. Большое, а цельный. То же самое и военное образование. Если тебе дали в руки, что у тебя было? Пулемет, да? Или автомат? Пулемет. Пулемет? Какой? РПК. А калибр-то какой РПК? 5,45. А скорострельность? Да. Вот видишь, и на этом твоё военное образование. 600-800. Вот видишь, и на этом твоё военное образование, ты хоть не смеши никого. Военное. Еще раз говорю, эти курсы выстрелов, ты не первый, с кем я общаюсь на эту тему. Курсы выстрелов, это не военное образование. Ичкерия, знакомое тебе место? Ну, Чечня. Республика Чечня, Ичкерия не подходит. Извините. Ну, опять-таки, это люди себя там называли, так, Ичкерия. Кто ты такой, давать определение, что подходит или не подходит. Если ты говоришь, что местные имеют право решать, ну, самоопределяться, правильно? Ну, имеют они право самоопределяться? Правильно. А чеченцы имеют право самоопределяться? Это в том-то и дело, они определились, что они Республика Чечня. Подожди, подожди. Они имеют право самоопределяться? Конечно. Самоопределяться имеют право. Так, а какого тогда хэ было две чеченских войны, когда убивали людей? А если сейчас ты мне начнёшь рассказывать, что ты были бандиты, я тебе забью миллион голов, потому что я там был, а тебя там не было. Значит, чеченская вот эта вот компания, она была организована... Первая или вторая? Первая, особенно. Так. А ты какого года рождения? Восемьдесят третьего. Восемьдесят третьего. Ну-ну. Давай, давай, давай. Други, которые продажные люди... Стоп, стоп. Подожди. Народ вышел на площадь в Грозном с желанием отделиться от Российской Федерации. Это... Есть факт? Это есть факт. Неоспоримый факт. Есть этот факт? Да. Есть. А на каком основании тогда твои нынешние земляки пошли туда их убивать? Расскажи мне. А кого убивали? Кого убивали? Ты знаешь, кого там убивали? Ты знаешь, как там танками были, детей маленьких давили? Знаешь? Никогда такого не было. Да, ты слышишь. Милок, я там был, тебя там не было. Слышишь? Да кому ты это рассказываешь? Слышишь, ты мне кто-то рассказываешь. Это великорусский шовинизм. Закидывай нахер. Русские не могут. Я тебе расскажу, что русские не могут. Я тебе покажу видео. Обязательно покажу. Ты в русской армии служил? Ты конкретно в русской армии служил? Нет, не служил. Откуда ты можешь знать эти законы и уставы? Объясни мне тогда дураку, как ты можешь говорить то, как ты можешь сказать о вкусе большая, если ты его, блядь, не попробовал? Как ты можешь мне сказать? Просто со стороны я так решил или что? Ты провидец какой-то или как? Просто мне само определение. То есть в армии ты не служил. Определение ты этих, ну ты даже уставы не читал, я так понимаю, правильно? Устав я читал. Какой ты устав читал? Вообще воинский, строевой. Ну. Ну ты пока там готовился, понятно, к войне. Ну это хорошо. Тут хорошо. Ты его читал. Ну ты в армии не служил. А каких ты можешь говорить в понятиях? Расскажи мне. Ну а каких ты можешь говорить в понятиях, если даже в армии не служил? Милок. Братья, друзья. Да подожди, какие братья, слышишь? Братья. Братья. Твои братья, блядь, в девяносто чертом году, блядь, на моих глазах детей нахуй расстреливали. На хуй ты мне это рассказываешь про братья, блядь, а? Я это беру, потому что я это лично видел. Помнишь, мы с тобой чуть раньше говорили о том, что видел и щупал, да? Вот я это видел, я это щупал. Я не верю в то, что русские могут расстреливать детей, это неправда. А, то есть то, что синие морские пехотинцы Тихоокеанского флота, блядь, расстреливать детей, этого не может быть. Синие, причем говно синий, вообще, ума, блядь. Ты мне сейчас еще скажи, что русские не пьют. Это будет вообще это. Русские пьют, но детей они не расстреливают. Это неправда. Как бы не сложилась твоя дальнейшая судьба, понимаешь, где б ты потом дальше не оказался, я тебе такой добрый совет, такой чистый, такой человеческий совет. Ты вроде человек взрослый уже, да? У тебя вроде даже высшее образование есть, да? Вот. Так ты научись во всем сомневаться, всегда во всем сомневаться. И тупо идти на поводу у какого-то, блядь, там, канала Россия 24, понимаешь ли, блядь, это глупо, блядь. Ты знаешь, для того, чтобы черпать информацию, я смотрю все каналы. И ДНРовские, и украинские, блядь. Я по национальности не украинец. Я этого не стесняюсь. Понимаешь? Конечно. Я не стесняюсь этого. Я не украинец по национальности. Но я воюю за этот народ. Потому что я давал присягу ему. И поверь мне, если бы было бы все не так, как есть на самом деле, я бы не взял бы в руки оружия и не пошел бы воевать за него. Понимаешь? Я бы не взял в руки оружия. Я не могу вам верить. Согласен. Сомневаюсь. Это хорошо. Согласен. То есть ты сомневаешься? Да, во многом сомневаюсь. Например? В том, что ты говоришь, что синие морпехи расстреливали детей. Этого не может быть. Это бред. Понятное дело. Это понятно дело. Расстреливать могут кто? Могут расстреливать нацики. Правильно? Правый сектор. А что им за это платят деньги? Ну ты это лично видел? Смотри. То есть в моих словах ты сомневаешься. А почему я не должен сомневаться в твоих словах? То есть тебе, получается, тебе просто как барану сказали и ты пошел. Но если ты лично этого не знаешь, не видел, из чего ты черпаешь информацию? Ну вот у вас из чего... Хорошо. СМИ показывали. Как они ходят конкретно, смотрят, фиксируют. Хорошо. Находясь в России ты это еще все видел. Правильно? Да. А здесь, находясь, ты это видел? Какое-то СМИ вам что-то показывает здесь? Ну здесь российские телеканалы. Опять одно и то же. Опять российские телеканалы. А какие-то другие телеканалы тебе показывают это? Здесь есть и украинский канал. Они тебе это показывают? Они показывают прямо совершенно обратную ситуацию. А почему? Давай задумаемся с тобой. Наверное, потому что хотят строить одного с другими. Одного с другими руководками? Ну как строить? Российские телеканалы отражают суть событий. Откуда ты можешь знать, что это суть событий? А те врут. Вот откуда ты это можешь знать? Ну вот откуда ты можешь знать, что те суть отражают, а те врут? Не мешало бы третий еще посмотреть хотя бы. Ну вот объясни, откуда это? Потому что я с Россией, поэтому мне похеру, правильно? Нет, не так. А какие люди говорят? Конкретно какие люди? Ну просто вот есть информация от людей. Ну подожди. Ведь, ты вот оперируешь на кем-то. Есть информация. Сказали. Знаешь, это мне напоминает одну ситуацию. Был у нас такой товарищ Курлович. Ему звонят на бойцы. Они говорят. Алло. А телефон наборник. Ну ты не узнаешь, кто это звонит. Алло. А он представляется. А Курлович. А ему говорят. Курлович, вы пидор? А кто это говорит? А ему в трубку. Да все говорят. Вот и здесь тоже. Все говорят. Все говорят. Все это кто? Ну конкретно кто? Все это кто? Ну все. Все. Вот все говорят. Я сам хочу. Ты думаешь, я от чем я пришел? Я хочу разобраться с вопросом. Мне просто это интересно. Я хочу разобраться с вопросом. Может я не правильно делаю это? Что воюю со Средиземнителем? То, что воюю. То, что воюешь на стороне Крым, конечно не правильно. Да. Так ты меня убеди в том, что я это делаю не правильно. Ну дай мне какие-то доказательства. Ну убеди меня в этом. Я хочу в этом разобраться. Воюю и на стороне Украины. Так. Это значит поддерживать современный курс политики развития Украины. Это какой курс развития политики Украины? Ты знаешь об этом курсе? Интеграция с Европой. Американизация. Так. Утрата всех национальных ценностей. Вот это вот. Из чего ты тебя черпаешь? Вот данное умозаключение у тебя… Из массоисточников. Например, массоисточников. Это уже анализ. Анализ он у нас базируется на информации. Правильно? Анализ. На чем базируется? То есть ты собрал информацию и проанализировал. Правильно? Анализ базируется на методах обрабатывания информации. Хорошо. Мы с тобой заходим в дебри. Не вопрос. Оно согласно с тобой. Но для анализа тебе необходима информация? Минимум. 20 долларов. Минимум. Сколько источников? Чем больше, тем больше. Сколько у тебя источников? Ты сказал только про один источник. Больше ты не про единственный источник. Ну говори. В отношении этого я много изучал информации. Где ты изучал эту информацию? Есть общий геополитический курс. Всегда втягивание стран в европейскую кладку. Ты приехал меня убить, чтобы здесь все было хорошо. Правильно? Я понимаю. Но тебя взяли с оружием в руках. То есть ты был готов убивать меня. Правильно? Правильно. Ну правильно или нет? Если ты стрелял... Подожди. Не если вообще. Ты был готов убивать. Правильно? Да. То есть ты приехал меня убить, чтобы здесь люди лучше жили. Что-то как-то... Ну это аллогично. Я приехал убивать врагов, а не людей. Я для тебя враг? Тех, кто убивает... Я для тебя враг? Я для тебя враг? Ужди. Пять секунд. Я для тебя враг? Да. А почему я для тебя враг? Вот как ты дал определение, что я тебе враг? Потому что ты отстаиваешь... Заметь. Я тебя не бил. Я в тебя не стрелял. Но я для тебя уже вафриори враг. Правильно? Потому что ты отстаиваешь политику уничтожения украинского народа. А ты откуда знаешь, какую я вообще политику отстаиваю? А ты поддерживаешь это правительство. Откуда ты знаешь, какое я правительство поддерживаю? Текущее... Ты же за него воюешь. Я не за него воюю. Ты присягу украинского народа читал. Нет? Украинскому народу военную присягу читал. Читал. Там про правительство хоть слово сказано? Там не сказано. Ну. Так какому я правительству служу? Я присягал украинскому народу, а не правительству. Это вот тебе, мать, такой... Ну, это серьезная вещь. Ты мне против нее никак не поскоришь. Какому я правительству нахер присягал? Деньги кто платит? Деньги мне платят налогоплательщики. С денег налогоплательщиков у нас составляется бюджет. Я ничего не... Правильно, правильно. А кто мне платит деньги? Мне правительство деньги платит? Или налогоплательщики мне деньги платят? Ну, ты защищаешь все равно правительство, а не народ. Подожди. Так я сейчас воюю. За кого? Мне деньги хорошо. Видишь, я как не скажу, ты все равно пытаешься уйти, но это не честно. Я не пытаюсь уйти. Просто получается так, что ты воюешь за народ, но от этого благо получается на правительство, потому что оно не свергается с власти. А почему его должны... Подожди. А кто его должен свергнуть? Да. Встретились? Ага. Все-все-все-все. Сейчас-все-все. Я перезвоню тут. Слышишь. А кто его должен свергнуть? Подожди. Народ. Слышишь? Так давай мы тогда... Волнуку тоже свераем. А что бы нет? А народ хочет, чтобы он был. Кто тебе это сказал? Так а про... Кто тебе это сказал? Ты знаешь, что... Татарстан, подожди. Посмотри. А где походить? У тебя по Новороссийску может быть. А ты зайди в Татарстан. Да не хотят с вами там никто быть. И с Володькой вашей никто не хочет. Зайди на Дальний Восток. Не хотят. В Сибирь зайди. Не хотят. Я был на Дальнем Востоке, но как не хотят. Я не хотят. Где ты был? В Сахалине. Все Володюку хотят? Ты что меня смешишь? Братан. Я отношения к людям, которые живут за Уралом. Отношения к людям, которые живут за Уралом. Отношения людей, которые вернее живут за Уралом. К людям, которые живут в средней полосе России. и ты мне не рассказывай. Понимаешь? И я это знаю хорошо. Понимаешь? И сибиряки в том числе. Редактор субтитров А.Семкин